Привет! С вами Егор Тверетинов и это программа «Дополнительное время». Сегодня я постою на гвоздях, как следует растянусь, узнаю, как не подсколезнуться в драке и встану в плавку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, я называю это гвоздитерапия. Его еще называют гвоздистояние. Но на самом деле это по-разному. Гвоздистояние – это просто, когда мы встаем, стоим для физиологии. А гвоздитерапия, для чего приходит на индивидуальную практику к мастерам, это когда разговор идет о человеке, о себе, о его душе. Вот что происходит, для чего люди приходят, почему? Я видел различные записи. Сначала стоят просто больно, потом ревут, потом смеются. Вот для чего человек приходит к тебе постоять на гвоздях? Ну, во-первых, я хочу развеять миф и сказать, что гвозди – это больно. Это действительно больно. Человек приходит для того, чтобы понять ответы на свои вопросы. И с помощью мастера, почему я еще рекомендую не просто дома вставать, да, многие покупают дома доски, встают, но такого эффекта, как на индивидуальных практиках, они не получают. Тут даже надо сделать ремарку. Без профессионалов и без специалистов не пытайтесь повторить это дома самостоятельно. Да, там есть очень много нюансов. Во-первых, я рекомендую все-таки, чтобы с вами рядом кто-то находился, кто-то вас поддерживал, вам нужна какая-то опора. Вот. Во-вторых, я рекомендую много не стоять долго дома. И вообще эта практика не про время. Это практика про честность с собой, про понимание себя, про чувствование себя. Когда мы стоим на гвоздях, происходит легкий транс. И в этот момент человеку можно загрузить какие-то положительные установки, именно его установки, именно то, что про него, не общепринятые. И второй момент, когда мы стоим на гвоздях, у нас поднимаются различные эмоции, какие-то воспоминания болезненные. И мы с помощью проводника их проживаем. Мы их выпускаем из себя. Мы их выплакиваем, высмеиваем, выкрикиваем, просто дышим с помощью дыхания. И человек обретает легкость. То есть стоя на гвоздях, через какой-то момент у него происходит внутренний инсайт по какому-то его внутреннему вопросу. И он уже не чувствует этой боли, вот этого дискомфорта, стоя на гвоздях. Поэтому через какое-то время люди могут стоять на гвоздях. Вот пример. Человек приходит, и у него какая-то тема реализации. Он не может себя реализовать, да? Он не может себя найти. Он не может понять, чем он хочет заниматься. И очень важно мастеру провести очень с ним грамотный, тонкий разговор, где человек понимает свои настоящие желания, чем он хочет заниматься. Это подойдет всем, кто испытывает какое-то чувство апатии в жизни, раздражения, усталость. Кто хочет почувствовать какой-то новый щелчок внутри, виток. Олю я знаю не первый день, наверное, не первый год уже, скорее всего. Доверяю как себе. Поэтому давай попробовать стоять. Вдох, выдох. И на выдохе любую ножку. Молодец. Вдох глубокий. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Больно? Больно. Первое время больно, потом становится легче. Аж на слезу пробило. Но это больно. Сначала очень больно. Потом тоже. Потом, на самом деле, она… Ну, мы простояли, ну что, 20 секунд, 15, наверное. Ну, около минуты, может, простояли. Потом меньше больно. Потом меньше больно. Она как бы сначала бьет точечно, а потом как-то по всей надеетке. А если бы мы с тобой еще постояли и поговорили перед, и в процессе, да, допустим, тут мы были бы с тобой вдвоем, один на один, как на индивидуальной практике, то ты бы прожил это совершенно по-другому. А вы гибкий человек? Я вот нет. Сегодня как раз поговорим о том, как эту гибкость вернуть в домашних условиях. Когда человек мало двигается или, наоборот, двигается, но только силовыми видами и спортом занимается, то очень укорачиваются мышцы. То есть они буквально всегда спазмируются. И поэтому человек теряет гибкость. Гибкость – это не только эстетика. Гибкие мышцы и связки реже травмируются. Качество жизни человека с хорошей гибкостью выше. Но приятно ведь, когда ты можешь завязать себе шнурки, и при этом тебе не нужен стульчик. Кроме здоровья, да, люди, которые сянутся регулярно, при растяжке выделяются, естественно, релаксанты. Благодаря чему вырабатывает очень хорошо коллаген в коже, и мы выглядим действительно моложе. То есть растяжка влияет на биологический возраст. Не нужно стремиться к шпагату. Это уже гипергибкий человек, такое не всегда полезно. Мы же постараемся добиться оптимальной гибкости дома. Начнем с базовой складки. Садимся на пол. Мы выпрямляем корпус, макушкой мы тянемся наверх, копчиком вниз, выравниваем весь позвоночник. И нам нужно к грудной клетке притянуться к бедрам. Самая распространенная ошибка, то есть когда люди при этом положении вкругляют спину. То есть они начинают тянуться к носкам и вот в таком положении. То есть спину нужно держать прямо, и уже из этого положения к грудной клетке тянемся к бедру. Если тяжело занять такое положение, можно сесть на пару кубиков. Помните, важно не сложиться пополам, а чувствовать растяжение. Вы будете чувствовать растяжение мышц икроножных, задней поверхности бедра и очень хорошо тянутся под колено и сухожилия. Если носочки вы этом подтянете, но при этом на себя, то очень хорошо включаются как раз икроножные мышцы. И медленно вы фиксируете положение в крайне, насколько у вас получается здесь. То есть не пружинить, не тянуть себе никак. То есть в этом положении постарайтесь расслабиться, делать глубокие выдохи, прямо визуализировать, что мышцы становятся мягкие, податливые, сухожилия растягиваются. И уже из этого положения с каждым дыхательным циклом вы уходите ниже, 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 ниже. Двигаемся дальше. Расслабляем поясницу и делаем скрутку. Одну ногу ставим за колено. Разноименной рукой отталкиваемся от коленного сустава. А заднюю руку ставим в опору. В этом положении мы проталкиваем грудную клетку в сторону скрутки. Макушка при этом тянемся наверх. И старайтесь не заваливаться на заднюю руку, чтобы как раз держать позвоночник прямо. В этом положении вы чувствуете, поскольку вы локтем отталкиваетесь от колена, вы чувствуете приятно тянет ягодицу и боковую часть. И дышим. Выдох должен быть дольше вдоха. Если послышался хруст в пояснице, это нормально. Позвонки встают на свои места. Еще одно приятное пояснице упражнение. Для этого нужно встать сначала на колено и суставы, копчик направить назад и за руками вытянуться вперед. То есть мы вытягиваемся, старайтесь копчик прижать и прямо направить назад, вытягивая позвоночник. И за руками тянемся вперед. Прямо тянемся так, чтобы было ощущение растяжения полностью рук и широчайших мышц спины, боковые мышцы очень прекрасно тянутся. Потянулись так, зафиксировали это положение. Уже должно быть хорошо. Из этого положения сделайте шаг руками вправо. И как раз оставляя таз на месте, вы чувствуете, как приятно тянется левый бок. Вот это сейчас чуть больше пошло. Чуть несколько дыхательных циклов сделайте в этом положении. И развернулись в другую сторону. Шаг влево. И уже тянется правый бок. Все просто, а главное полезно и приятно. Сегодня у нас вновь зимняя тема. Обсуждаем здесь с Димой конфликт, скажем так, на скользких поверхностях, на льду. Вот в чем тут дима нюансы? Рассказывай, дай тебе слово. Ну да, то есть получается у нас сейчас зима. Как раз ситуации бывают разные. Кто-то может с кем-то не разошелся плечами или еще что-нибудь. Здесь есть некоторые тонкости, которые не используются, скажем, на твердой поверхности. Основная, допустим, тонкость, ну скажем, такая мужская драка. Два человека стоят друг против друга, начинают там драться. А если человек умеет бить, правильно бьет, он начинает бить с ног. То есть даже если удар идет руки, удар идет с ноги. То есть сначала идет бедро, потом рука. Вот проблема в том, что если поверхность скользкая, то мы можем здесь просто поскользнуться и, соответственно, падаем, улетаем на землю. Поэтому первое, что нужно будет запомнить, удары будут неразмашистые и короткие. Вплоть до того, что вот прямо такие вот коротенькие джипы просто. Чаще всего, конечно, мужская драка идут сначала в ход кулаки. После того, как идет сближение, люди начинают хвататься, да, и уже дальше пошла борьба. Тут тот же такой момент, ну, просто скользко. И поэтому, скорее всего, начнут бороться, потому что, ну, кто-то посквизнулся, друг за друг зацепился и пошло. Вот. Здесь принцип какой? Здесь, допустим, то же самое, опять же, мы не хотим, чтобы нас ударили. То есть мы не ждем, что он нас там ударит и так далее. То есть мы вяжем его руки. То есть вот, допустим, вот идет какая-нибудь атака, непринципиально, кулак кулаки. Вот, да. И мы вяжем его руки. Вяжем его руки и стаскиваем его вниз. Сами при этом стоим максимально комфортно. Стоим не широко, потому что мы поскользнемся. Стоим не близко, потому что нас уронят. То есть максимально комфортно, такая, всегда держим в голове, что нам скользко. То есть про ноги мы никогда не забываем. И стягиваем его вниз. То есть мы стягиваем его вниз, вот, и после этого могут действовать, могут идти короткие удары. То есть, допустим, если мы руки сверху, то это удар локтем, вот, удар с другой стороны, вот. И плюсом могут быть подсечки. То есть это у меня не идет, скажем так, бросок через бедро, там, какой-нибудь такой красивый, да. Так ты скорее всего сам подскоризнешься. Да, так. Вот, проще всего стянуть его ногу на себя. То есть мы его загрузили, пусть это у нас будет удар локтем сначала. И после этого, не забывая про устойчивость, мы стягиваем ножку на себя. Либо вот эту вот. Оп, и туда. Да. Либо проще всего вообще, допустим, переднюю. То есть он быстрее шагнул вперед. Да, мы вот его, допустим, вот здесь вот так же подтолкнули. То есть задача здесь, наверное, главная не то, что уронить соперника, а как бы устоять самому, и, скорее всего, соперник при неправильной действии сам упадет. Да, абсолютно верно. То есть первое, это именно контроль своего равновесия и вот этой скользости. Что еще может быть? Мы можем упасть вместе. То есть, ну, все равно это никто нам не гарантирует, что мы там сейчас выучили какую-то технику, и мы там на льду не падаем. Здесь тот же самый принцип. То есть если мы падаем вместе, то мы падаем на него. Тот же самый вот мужчина, который агрессор, он захотел нас столкнуть. То есть он видит, что мы скользкие, да, да, и вот он прям, да, либо так, да, либо он прям вот бежит, прям нас вот толкает, например, таким вот образом. Ага. Вот. А здесь, или вообще в ноги проходит, то есть, да, вот, все, и туда. То есть здесь, на самом деле, мысль верная, он атакует правильно, потому что, опять же, мы к чему возвращаемся, легко уронить человека, как когда мы его за ногу стянули. Вот он у нас упал. Вот. Поэтому вероятность такого атаки высокая, то есть он может на нас именно так и напасть. Вот. Что мы делаем? Окей, Егор, атакуйте. Да. Ну, у вас. Я его останавливаю локтем. Либо, ну, какой локоть выставится. То есть, вот, подайте еще раз. Да. Можно этот локоть? Да. Сейчас, видите, как раз, сейчас я стал неустойчиво, я падаю, но я падаю на Егора. Вот. Здесь какой момент? Нужно оценить степень угрозы. То есть, если это какая-нибудь там, ну, там, бытовая драка, и нам там ничего это не грозит, там сзади у него толпы соперников, друзей, нападающего нет, то ударили, остановили и нормально. То есть, здесь куртка, в принципе, мы позвоночник ему не повредим, все будет хорошо. Если же угроза серьезная, так же вот Егор нападает на меня. Вот, да. И я понимаю, что мне не нужно оставлять Егора целым. В этом, тогда у меня есть затылок, вообще у Егора есть затылок. Он лежит как раз, мне очень удобно по нему ударить. То есть, я могу ударить локтем сюда, чтобы его остановить, и вторым ударом ударить по затылку. Ну, я вам сразу скажу, что, ребята, при решении пределов необходимой самообороны, тут тоже нужно держать в голове. Как говорится, в любой непонятной ситуации делай планку. Есть в этом доля правды. Планка – вещь полезная. Вообще, давай начнем, что спорт нужен всем. Тренировки нужны всем. Планка – это просто одно из упражнений. Одно из упражнений, которые вы можете нагрузить в свое тело. Оно хорошее в плане, что оно функциональное. Что значит функциональное? Это значит, что оно задействует очень много суставов. То есть, в планке у нас работают и плечи, да, верхняя часть, вся тела, и пресс. Соответственно, когда мы напрягаем пресс, так работает, что когда пресс напряжен, с поясницы сходит нагрузка и есть облегчение. Но запомните, постоять утром в планке минуту и думать, что вы уже похудели – неправильно. Так нет, конечно, так не работает. Во-первых, нужно всегда соблюдать 10 калорий, чтобы похудеть. Ну, это вообще тема, которую можно рассказывать и рассказывать. Мы можем с тобой 10 этих снять роликов. Но вообще, это просто для того, чтобы поддерживать себя в физической форме, можно использовать планку. Но понятно, что стоять каждый день по минуте – тело рано или поздно привыкнет. Нужно либо увеличивать время, ну, тоже там до 20 минут, но дальше уже стоять – это сама можно сойти. Либо менять вариации использовать, нагружая другие мышцы, делая себе сложнее. И тогда можно получить эффект. Планка полезна только тогда, когда мы ее делаем правильно. Если есть ошибки, будут и проблемы со здоровьем. Мы начнем с того, что я покажу, как вообще правильно это делать, да, не как нарисовано на картинке обычно красиво. На самом деле, это не очень красиво выглядит. Вот. И несколько вариаций, как можно усложнить. Там, например, больше забивать мышцы пресса, больше нагрузку на пресс, больше на плечи и больше на спину. Все стоят вот так. И в этом положении очень сильно напрягается поясница, пресс вообще не работает, он как бы в перерастянутом положении. Еще люди часто делают вот так руками и вот здесь провисают. Соответственно, плечи тоже не включаются. Для правильного выполнения нужно, во-первых, руки раздвинуть, ладошки должны быть широко и всеми пальчиками. Уголок будет хуже включаться, плечевой пояс. Если мы хотим плечевой пояс задействовать, то есть максимально в фланг взять все от нее плюсы, мы делаем руки на ширине плечей, ладошками упираем плечи, да, простите. Я же тренер. Ладошками упираемся, встаем в фланг, мы обязательно все время думаем о том, что мы от пола отталкиваемся. То есть как только я оттолкнулась от пола, у меня включилось все плечо. Да, то есть вот я оттолкнулась. Дальше что мы делаем? С нашей поясницей, особенно у кого есть гиперлордоз, да, сильный вот этот прогиб в пояснице, мы это дело все подкручиваем, то есть делаем спинку ровной. И после этого мы обязательно подтягиваем живот. Ноги, то есть планки, живот расслабляют, и, ну, соответственно, тоже пресс не работает. Нам нужно чуть-чуть подкрутить таз и живот втянуть. Все, и мы все время думаем о том, что мы макушкой тянемся в одну сторону, а ножками в другую. То есть реально превращаемся в ровную-ровную планочку. Когда организм привыкнет, усложняем упражнение, работаем с плечами. Стоим в планку на локтях, да, все подкрутили, руками вытолкнули, и будем выпрямлять руки. Выпрямляем, поднимаемся наверх и обратно возвращаемся. То есть когда мы начинаем двигать руками, то, соответственно, плечевой пояс напрягается больше. Но здесь нужно не забывать не разваливать поясницу, да, пресс. Мы также оставляем таз подкрученный, пресс держим. Ну и выполняем по 10. 10 на одну сторону, 10 на другую. Другой вариант – на косые мышцы пресса. То есть опять же мы встаем вот в эту планку. У меня очень все девочки любят это упражнение, потому что от него просто пресс горит. Подкрутили, ножки собрали вместе, и мы делаем тазом, опускаемся в одну сторону, в другую, в одну, в другую. И так стараемся чуть-чуть скорость побыстрее и делаем 20-30 раз. И это только со стороны кажется просто. А вы попробуйте и сами все почувствуете. Субтитры сделал DimaTorzok